ну смотрите вот если вот это если что вот сюда вот надо смотреть хорошо так там запись идет уже так я даже не помню какой-то номер у нас сменяться или подвинуться или куда-то можно кипяточек подобрить если она стыдно очень отлично ну все началось это время слуха по большому счету и на слуха который нужно совершенствовать просто совершенствовать и всю жизнь и все равно через год написал приходишь и видишь все что сегодня все все плохо ну не что-то не туда все плохо вот так вот что уже хочется как переделывать понимаете а вот примеру александра рудова да вы бы какой бы категории отнесли к ремесленникам или может что-то другое я бы категории виртуозов отнес вот ну может быть да я я видел его какие-то живописные значит работы там маслом прочее но они так не впечатляют конечно как его фреска его икона но это без без как бы какого-то там без влезти без ничего я считаю что это такое в своем роде уникум он просто конечно можно не уравняться безусловно дал импульс очень сильный не только одесской иконописной традиции он поучаствовал и в москве он там дал хороший импульс в определенный период мы там ездили на выставки с и он возил свои иконы и этом каким-то образом присутствовал и видел это видел реакцию и видел как на него там равнялись и я должен сказать что но талант вот это таланда безусловно я свойств своей степени как как бы там благодарен ему за какой-то такой вот его там куда и помощи знакомства ну это мы когда дружили игорь что я на саша рудой там так какая-то встречались там общались то порознь то то вместе было тогда это период 90-то был одесса я считаю тогда такая была сильная школа и благодаря опять же вот этому этой фамилии начисла александра рудова там могут похвалить если перечислять вот из моих знакомых тоже сергей кравцов это безусловно тоже талантливейший иконописец вот я не знаю это правильное слово это неправильно талантливейший ну вот просто я с ним тоже какое-то время сотрудничал там за границу мы делали совместную работу у него много научился а формат встречи у вас какой был это планер может чай шашлык шашлык не помню но чай сухое вино там значит теплые беседы такие философского направления религиозной направленности это все было ну и между этим мы как-то еще модели сам если сыграли мы еще умудрялись там как-то иконы писать вот ну так такого плана там не помню там перебора в особых не было каких-то вместе до писали как-то так бывало вместе он свое что-то пишет слушаем какую-то хорошую духовную музыку или там классическую музыку такое было но сейчас это общение этого нету ну может каждый уже углубился в свою работу свой там быть свое какое-то не знаю это кружок общение как-то так уже немножко мы отдалились да вот кстати у вас есть такое фирменное слово вот я услышал узнал о нем слово называется косточка вот расскажите пожалуйста если можно что это значит то есть это связано с фоном или или этот какой-то цвет или как это или что это я не знаю это слово честно говоря я могу представить несколько интерпретации этого косточка это может быть и цвет фона это может быть и подготовка доски до такого состояния косточки я немножко не понял что вы имеете ввиду ну вот они специфические фоны такие очень-очень светлые такие ну да слоновая кость там не знаю как можно так ее назвать ну светлая охра там не знаю охра да ну так мы долго искали и советовались и думали как какие делать фона на иконах и что-то были несколько вариантов потом два варианта то есть либо такой так называемый голубец тоже интересный этот термин да вот там то ли косточка вот такая да вот то есть светлого охра ну на решили что по нескольким причинам я так подумал что во первых косточку легче подобрать однотонную для всех икон когда ты делаешь много икон не одновременно и и легче подобрать потому что тот же самый там голубец серый голубой там какой-то сложный цвет он его всегда сложнее подобрать во времени потому что иконы будут отличаться сильно по один иконостас будет отличаться сильному по фонам хотя может быть он бы был интересный вот кстати в сергеевке вот то что я видел она все работает все на гамма все одинаково все здорово у нас получилось ну дай бог но вот это из той серии когда я прихожу на следующий год говорю надо все переписать ну в целом оно конечно смотрится да хорошо и можно это принять и закрыть глаза ну вот то ли это такая самокритика то ли это какой-то может быть дай бог рост а с другой стороны я нахожу какие-то вещи которые я написал там лет 15 назад и говорю о как хорошо хорошо было да бывает такое да недавно я на леса забрался в пантелеоноский монастырь в алтаре и там увидел лик херувима значит я его сфотографировал хотя я его писал потому что думаю вот как удачными когда-то нарисовал так что и такие редкие вещи бывают на основном конечно смотришь уже со временем смотришь другими глазами на то что делал некогда не знаю хорошо это или плохо да в целом вот так вот кроме иконы может стенописью или какими-то другими направлениями ну конечно да да правда это из той серии мозаика нет мозаика я не пробовал заниматься в отличие от стоянного игоря много делал холстов то есть не холстов стен но вот это тоже был период когда нашли такой способ живопись на холстах потом она монтируется на стены она конечно акриловая никто сейчас не использует там сейчас может используя там живопись по мокрой штукатурке и тогда новый взял да я работал в храме марии мандерин и там и за ним там послаждал нет а за ним построился небольшой храм вячеслава чешта это уже там тоже особенно у Вячеслава вот ростовые святые да 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 вот это вот тоже это акрил то есть на холстах многое делал делал отдельные холсты и какие-то в разные регионы разные разные все-таки больше так по душе станковая работа я бы не сказал ясно для какой-то такой-то жажды вдруг приступаешь к сколько фрески ну фресочной живешь если просто то ли надоедает то ли хочется смена деятельности просто хочется писать и просто с удовольствием там даже размашисток даже ты уже ходишь уходишь подходишь отходишь смотришь это это немножко другое нет я не могу сказать что-то больше нравится что-то меньше иногда даже скучаешь вот иногда занимаешься иконой там икон-канастасом кем-то а потом чувствуешь что хочется где-то ну там размахнуться вот и поэтому нет я с удовольствием занимался бы и фреской не знаю там хуже лучше она получается но нравится нравится так что я почему спросил вот сергеевки я обратил внимание я конские и диаконской двери это вот событие очень много воинов вот это скорее всего куликовская битва что-то с той темой связано и там но настолько все так здорово все так прописано очень так утонченно а я сейчас уже смотрю откровенно говоря смотрю что недогружено смотрю что да вот все его бы можно было еще там нагрузить еще бы можно было заполнить ну вот да ну конечно работой стараюсь но сначала делаешь же там компонуешь из какой-то рисунок и так далее вроде бы все нормально а потом уже со временем смотришь можно было бы же еще еще но опять же тут заказчик ждет находится какой-то оптимальный вариант композиции рисунка потому что можно же там за той фигуркой нарисовать еще какую-то фигурку с какой-то понятной рукой с каким-то жестом и так далее надо находить какой-то такой оптимальный вариант чтобы чтобы не утонуть в этом всем и выдать опять же сам заказчику какой-то более-менее такую вот работу чтобы он был удовлетворен вот ну и где-то то же само надо удовлетворенность иметь а в целом вот по вашему опыту заказчики всегда заводь ну скажем так на процентов девяносто нет недовольных нету но и скажем так что есть которые вопросы мягко то вопросы недовольных не было нет я не могу сказать все так интересно с людьми работать интересно они все разные а еще раз духовенство они такие же люди как мы но 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 в общем они все разные и очень интересно с ними работать кто-то видит по-своему что-то категорически не воспринимает красный цвет цвет но вот красный цвет не за что это там пролетарский какой-то свет и как в иконе может быть без красного цвета без кинували что мы это же огонь это силы да вот кто-то не любит черный цвет вот есть такое сталкиваться и значит где-то идешь на на какие-то такие компромиссы вот и бывает и выдашь а человек не понял вот это вот сильно чуть-чуть вот это вот ну вот сделай в таком духе сказать что не принимали работу такого не было нет не было а вот ну вот эти десять процентов не да вот я про них и заводюров это те которые может быть и не сразу принимают они какие-то вещи заранее мы не обговаривали они не видели в процессе работы они видели уже готов видят готовый может может вас есть какие-то готовые варианты ну скажем прием может чтобы поделились молодым поколение как вы решаете этот вопрос может скидкой скидка торг всегда присутствует это такой но я для себя выбрал один принцип в этом смысле который работает я когда-то сейчас закачивать и не слушаю попытался зарабатывать как хотелось заработать деньги нарисовать что-то заработать деньги даже мне саша рудой ты сначала не думай про деньги ты учись писать значит а я мне казалось что я уж это вот а потом когда я начал получать удовольствие от работы то есть я уже и у меня начало что-то как-то там получаться и мне уже стало деньги отходить как бы второй второй вопрос трой план я начал больше получать удовольствие и соответственно и не как-то начали шутить вот то есть вопрос оплаты он уже сам по себе как-то уже стал получаться я приходил говорил сколько бы я хотел за эту работу но как правило я называл такие цели цифры что как правило торга не было как правило а если кто-то смущался но я всегда шел там на какой-то компромисс это даже вот конечно хочется каких-то денег заработать там понятно но он ушел на второй план этот вопрос то есть я не говорю что мне не нужны деньги они как-то на жизнь хватает ну хватало хватает то есть я работаю а деньги не зарабатываются сами по себе получается главный принцип как бы вот вложить максимально в этот объект от вас сколько все зависит ну стараться не халтурить вот такой вот стараться не халтурить то сделать как можно лучше а плохо оно само получится по известному ну да значит вот стараться иногда да вот иногда ты делаешь и ты понимаешь что ну удалось вот даже сам для себя видишь вот если вот можете либо назвать вот этот объект вот там где вам вот нравится вот ну я бы не сказал объект это отдельные вещи на объектах может быть или же там вот отдельно какие-то вещи там где-то заказные иконки там делают делают бывает приходишь и не и так смотришь на какой и какой я молодец значит на самом деле понимаешь в общем-то это не я молодец иногда я просто даже так нарису нарисую потом смотрю а как это мне получилось откровенно говоря я говорю я бы хотел нарисовать такого не не знаю только за получается то есть тут очень знакомо да вот тут такой интересный момент я хочется надеяться что это не только мое старание вот и все вот есть такие отдельные там может быть когда как-нибудь полистаем там что-то такое можно будет показать а в основном вот так удовлетворение а вот еще момент такое интересное вот связываете ли вы успешность вот этой работы ну то что вам нравится ну скажем с духовным состоянием заказчика ну то есть вот есть моменты да вот влияет ли сам за умножить туда думаю что то что у меня извините вот я поделюсь так тоже история была так один вот человек но заказал что-то его мотивы и она могут не как мы не знаю и переделываю и счищаю и что-то не то и не нравится бывает вот но за один присест буквально я не знаю пять часов семь часов так легко все но я не знаю обвинят ли здесь в этом заказчика вот в том что не получается но вот когда один из факт да вот смотрите когда заказчик ну не знаю духовный не духовный но по крайней мере наверное духовный он понимает тебя понимает понимает твое старание понимает твою искренность там достижение какой-то общей цели и он соответственно как бы так вот ведет себя не заносчиво там а как-то наоборот способствует конечно это будет способствовать работе конечно это будет ты будешь работать на каком-то ну по подъеме безусловно если человек более такой ну там холодный отстраненный ну скажем недоступный ты старай ты не знаешь как бы как бы сделать лучик ну как что он хочет и ты начинаешь переживать и может быть когда нервозность не дает выполнить то что вот этот человек там задумал хочет то есть как в какой-то степени заказчик или там его как вы говорите духовное состояние со стороны составляющая наверно влияет вот я что-то помню очень тоже неординарный батюшка ныне покойный отец протарей вячеслав землянский на настоятель храма марии магдалины очень специфический человек но это какой-то такой душа человек вот кто ближе с ним знаком был первое знакомство может оттолкнуть а потом кто ближе он никогда наш нашел вот это вот его понял кто его кто он по натуре как он и я с ним с нас настолько легко сотрудничать мы понимали друг друга с полуслова я не успевал закончить работу он бежал с расчетом ну как это сейчас как бы надо поискать в общем-то он бежал если же замечательно все хорошо значит конечно так и так работать легко знаете вот но есть люди может быть более замкнутой может более в себе вот у них даже вот они не покажут может им даже понравилось они это не не так вот показывают что это вот настолько там понравилось или что ну тут сложнее но и в общем надо стараться делать как можно лучше по возможности свою не халтурить как бы да влияет вот я опять же возвращаясь к этому вот вопросу наверное влияет вот по поводу вот вашего не знаю почерка стиля вот могли бы ли вы назвать какой-то я не знаю объект иконостас вот что-то вот то что вы чувствуете вот вот это какое-то вот ваше ну не подражание чему-то там копирование там мастеров тревности что-то вот или важно индивидуальность но что-то вот тут что вы чувствуете вот это ближе всего к вам по объектам не знаю моё я должен сказать что конечно каждый даже иконописец не просто живописец он обязательно он имеет свой авторский почерк безусловно любую из вот из этих например известных одесских иконописцев я прекрасно различу где стоянов где рудой рудаков и где кравцов казалось бы могут они они пишут одно и то же но видно не знаю существует ли мой я не знаю существует ли мой какой-то индивидуальный там ну судя потому что я вижу думаю существует существует далее я честно говоря не в восторге потому что тут хочется как-то вырваться из каких-то вот не знаю там каких-то рамок что ли что-то привнести какую-то большую индивидуальность а с другой стороны все таки икона тут нельзя выпрыгивать из каких-то рамок и вот если такое самоограничение существует поэтому наверное придерживаетесь традиции но стараюсь стараюсь при традиции и еще конечно же подсматриваю что делают кругом иконописцы сейчас еще такая возможность сейчас такие образцы появились в интернете что просто диву даешься нас как до какого уровня уже люди до какого мастерства дошли просто просто рукоплескать хочется очень очень прекрасные образцы и только можно хвалить восхищаться и там подражать но тем не менее я пока предель так что грех жаловаться да как у вас обстоят в этом смысле да я сам в поиске сейчас трудимся поиски стиля или поиски заказчиков все все вместе очень много всех вопросов навалилось и до всего по многу и семейные и бытовые и заказчик это к сожалению да это к сожалению присутствует не не знаю к сожалению не к сожалению потому что мирской художник иконописец он повязан определенными заботами я вас понимаю потому что у меня тоже семья и мы как бы не молодеем тут всякие другие проблемы возникают возрастные там взросление или там детей и прочее в этом смысле очень часто задумывался что вот иконописцы монахи наверно все таки в этом смысле имеют какое-то преимущество но с другой стороны уже поздно бросать или менять профессию там уходить монахи уже ответственность есть за за семью и так далее тут это дело такое да тут есть суетность суетность избежать ее в этой работе очень как-то сложно в одно время у меня самая продуктивная работа была где-то после девяти вечера когда более менее тут как-то успокаивалась ситуация в доме я спокойненько так часов до двух ночи мог себе плодотворно очень за трудиться до поработать сейчас я уже стараюсь если раньше можно было углить увлекшись работой встретить пение утренних птичек заглянуть в окно а уже светло то сейчас уже не хватает для этого сил до катания более 10 дисциплинировать себя и начать стараться а семья большая у вас то не очень трое детей там продаю уже взрослые но взрослые или большие дети это большие проблемы да точно маленькие дети проблем и меньше так что так как они вот относятся к вашему помогают вам да вот что должен сказать у меня как-то так получилось старший сын архитектор на определенном этапе он мне помогал по храмам там достаточно успешно потому что рука как-то у него так хорошо стоял средняя девочка она тоже закончила детские значит этот педагогические по по живописи она мне и сейчас помогает вот те же там иконы сергеевку а там и роскошь и делал и вот и помогает и какие-то настенные такие вещи тоже помогает то есть у нас традиция какая-то в семье существует поэтому да есть какая-то подспорье помощи кроме того дети вот этот путь не избирать именно духовной живописи века написано но не то что не избирают как-то так складывается судьба вот она преподает там в школах и школе поэтому то ли так пока складывается но но увлечение у нее есть увлечение есть но я должен сказать что вообще это дискриминация тут существует может она она справедливая но вот женщине иконописцу просто самой по себе сложнее должен сказать что сложнее там и проблемы с присутствием храме в алтарях и так далее тут ну и к ним относится все-таки должен сказать немножко по-другому это уже не знаю как нужно там писать рисовать чтобы тебя заметили а так помощь есть на конечно конечно я благодарен своим домашним супруга у меня тоже она хоть не художница она вот исключительным вкусом часто критикует меня поэтому я стараюсь прислушиваться у нее действительно видение как правило на 90 процентов я соглашаюсь выслушаю женщину и потом принимаю правильные решения да мудро не моя мудрости тем не менее а самый большой критик получается это дочка или возможно супруга сейчас вот она получила образование она уже имеет какой-то опыт она имеет какой-то какие-то поздания вообще в классической живописи она видела работы и мои и других иконописцев она тоже достойный критик наряду с женой поэтому для критиков достаточно но я не скорблю по этому поводу это хорошо да это я стараюсь смиряться но иногда не соглашаюсь так что они полезны и критики полезны еще вот интересный момент вот именно вот текущего года этот год отметился такой напастью такой пандемии к вид 19 как она на вас может не знаю как то просто очень много пошли в онлайн кто-то оффлайн прекратил на вас сильно это но имеется ввиду на способ деятельности или на вообще в целом в целом вот само вот это понятие вот это все что происходит вокруг я не как бы не преуменьшаю вот этого вот опасности в то же время как сказать я в общем расстраиваюсь до работа как ни странно есть но стараясь трезво оценивать ситуацию ни в какие-то крайности не уходить вот работа каким-то образом у меня все-таки есть но вот был период когда там нужно было общаться там масочном режиме надевал иногда маску приходил храм общался ну так чтобы работать в маске такого не было там какие-то вещи ну да это неприятная ситуация так мягко говоря ну слава богу сейчас молимся там же в курсе там у нас есть так собор не молимся 10 часов против этой пандемии но тем не менее работаем тем не менее работаем да это повлияло я так сейчас вспоминаю повлияло на некоторых заказчиков я даже скорее на заказчиков она спонсоров заказчиков они остались бедные без без какого-то там дохода а мы соответственно без без зарплат ну или там скажем уменьшилась это живем уже как бог дает так вот живем нет ничего пока слава богу это я вот сам удивляюсь всех вот этих сменных властей там или там каких-то внешних факторов как пандемии но удается выживать какие у вас планы на будущее возможно я не знаю грандиозное что-то грандиозное поведай богу о своих планах значит планы ну большая надежда завершить вот эту работу в сергеевке большая надежда и желание праздничный такой он довольно скрупулезный у меня уже сделан такой задел доски подготовлены за фоном покрыты рисунки готовы и ним бы позолочены то есть холодные осенние вечера можно сидеть вот это что касается плана вот как вы говорите там уже как бог даст конечно хотелось бы и стенной на стеной до какой-то живописи хотелось бы какой-то уже такой как я вижу потому что часто задает параметры заказчику я хочу был светлый храм то есть он вас максимально ну ну я там да я например хочу чтоб темный был какой-то темные такие темные синики тоже как бы вот какой-то такой воплотить такой проект хотел хотелось бы хотелось бы еще поработать мне хотелось бы до строить планы вот дай бог чтобы закончить осилить вот этот вот прекрасный ну мне нравится очень этот храм преподобного сергия этот иконостас а там там уже как бог даст еще может напоследок вот как вы видите вот у вас в одессе сейчас действует учебное заведение написанное отделение одесской духовной семинарии вот ну просто вы как местный житель наверняка больше знакомы с успехами с деятельностью это учебное заведение вот может ваши ну стыдно признаться но я не очень знаком с этим я больше знаком с вот этой вот на свято-михайловском женском монастыре ну то что я видел я там видел приемку работ как-то вот вот вас как иконописца вот как опытного уже этому современного мастера вот как вы видите есть успехи есть отдельные очень яркие яркие представители я там видел просто просто замечательные работы которые достойны всякой похвалы есть есть очень такие ну как сказать начальные есть очень начальные но дай бог всем людям чтобы они если по своему вот этому дерзновению рвению желанию чтобы чтобы им была возможность воплощать свое вот это вот стремление где-то в жизни не уверен что это вот возможно в наше время но коль человека есть такое знаете стремление то можно пожелать только чтобы у него это все там получалось есть яркие там такие примеры я не буду называть фамилии просто их не помню но когда я присутствовал на этих экзаменах и нашел для себя с ним просто несколько замечательных работ ну не знаю традиция как-то вот живет хотелось бы если местная шивана была эта традиция была более традиционно то есть иконы были иконами они пластиковыми там какими-то картинами картинками вот в этом смысле насколько она будет расстрелена бог ведает мы еще может быть а может мы какие-то уже там магикане последние из магикан которые еще там руками работают что-то пишут да буквально вот еще последнее может затронуть развитие вот как вы все-таки относитесь магикане как вы относитесь к цифре цифровая живопись ну что вы имеете ввиду сейчас например можно можно ту же икону там но любого модуля там или это будет миниатюра или подстанковая живопись или там монументальная какие-то части фрагменты можно нарисовать на компьютере на компьютере да и все это пускать я понял полиграфии да ну так же отношусь как компьютерной допустим компьютерному изготовлению иконостасу компьютерной резьбе по дереву знаете ну как я могу я всю жизнь поработал руками я восхищаюсь когда мне показали какой-то резьбу по кости или по дереву я восхищался это крутил вертел там как тот тоже распятие это на компьютере сделано на очки компьютерных и сразу отношения сразу же как-то стухло то есть я представлял сюда человек посмотрите как он старался как он выбирал эти какие-то моменты как-то он здесь резцами как он старался шлифовал и так далее потом оказывается это сделал компьютер знаете так я отношусь и соответственно к иконе который сделал компьютер а компьютер то сделал все равно это икону с каких-то образцов первозданных так скажем которые которые по вдохновению божию человек руками своими создал вот так оно имеет местом быть по нынешним временам ты хорошо неплохо это просто время к сожалению опять я говорю к сожалению а хотя говорил хорошо никто ну так она есть не знаю я вот если будет возможность работать руками я буду работать руками нет не понадобится но пойду на море рыбу буду сидеть на берегу с удочкой о чем-то размышлять как когда-то ученики христовы ловили рыбу пока еще не знаю может я преувеличиваю там вот эти вот такие пессимистические прогнозы но пока еще есть чем заниматься на эти люди заказывают сможете дальше будет также ну опять же но время не стоит одним словом понимая то что происходит вокруг то что у нас за спиной все-таки молодежь учится и заказа слава богу еще есть да то мы смотрим с оптимизмом в будущее до смотришь она знаете оптимизмом будем давайте так скажем будем смотреть с оптимизмом тем более в такой области может она будет узкая может она будет достаточно узкая эта область судя по ну вот по проценту верующих людей на вот так как-то оскровенно говоря вообще но она я надеюсь будет все-таки востребован все-таки хочется верить что она будет востребована хочется жить хорошо друзьям на этой такой надеюсь оптимистической все-таки ноте среди просто предварительно ограничил вот и должен должен вот закругляться думаю принципе этого времени хватило для того чтобы как-то вас всех познакомить с интересным современным одесским иконописом уже не очень современный ну вы же сегодня сергей до бобиенко бобиенко ну до следующих встреч тогда всего доброго чай остыл чай остыл нормально я не знаю я на 1 шлемом прерву заказчики без конкретики да да все время забываю обязательно жмакай на кнопку подписаться и не забудьте колокольчики на этом все до скорых встреч в следующих видео пока пока